Здравствуйте, друзья! Продолжим нашу лекцию по фундаментальным вопросам экономики. Итак, нынешняя лекция продолжает цикл из нескольких лекций предыдущих, которые были посвящены оптимизации оплаты по труду. При этом было приведено несколько примеров успешной организации, при использовании которой производительность труда увеличивалась в несколько раз. Итак, лекция называется «Оплата по труду». Как известно, для повышения производительности труда увеличивают его техническую оснащенность, приобретают новейшие машины и оборудования, а также используют различные формы организации труда. Причем, если первая, то есть техническая оснащенность, требует больших финансовых затрат, подготовленных кадров и времени, то для реализации второго фактора этого не требуется. Нужна только воля и понимание принципов рациональной организации со стороны менеджеров предприятий и руководителей государства. И при этом эффективность совершенствования организации оказывается существенно выше, чем у всех других факторов вместе взятых. Более того, именно характер организации устанавливает производительность новой техники, поскольку производственные отношения всегда соответствуют уровню используемых производительных сил. Так, в процессе нашей реформы, вернувшись к архаичному организационному состоянию производственных отношений, естественно, мы привели наши производительные силы к такому же, во многом, архаичному состоянию. С другой стороны, всякие теоретические схемы хозяйственной организации работают лишь в той мере, в которой в них заинтересованы люди. Насколько они отвечают чаяниям народа, понятны и привлекательны ему. В этой связи оплата труда наиболее тесно связана со всем характером повседневной жизни людей. Совершенствование организации предприятия осуществляется не только оптимизацией его структуры, а также внедрением более прогрессивного порядка учета трудового вклада каждого участника трудового процесса, характером вознаграждения за результаты этого участия. При этом, как было показано раньше, чем больше заинтересован работник в конечных результатах деятельности предприятия, выше его уверенность в справедливости получаемой им оплаты, тем в большей мере будет стремиться он использовать свои трудовые, профессиональные качества, талант и способности, проявлять инициативу, использовать резервы производства, сокращать затраты и повышать конкурентоспособность продукции. В результате всего этого экономический аффект повышается уже не на проценты, а в разы. С другой стороны, результаты деятельности предприятий зависит не только от каждого сотрудника в отдельности, но и от того, как они умеют трудиться в обществе, формируют гармонично организованный коллектив. Поэтому необходимо внедрять такую систему распределения, при которой будет невозможно получать какую-либо выгоду при несении ущерба окружающим, только принося им пользу. То есть, чем больше в применяемой системе вознаграждения будут совпадать вектора интересов работающих коллективов и общества, тем плодотворнее окажется воздействие такой оплаты на продуктивный процесс, более цивилизованными станут производственные отношения. В этой связи требуется принципиально менять производственные отношения, то есть делать оплату труда наемных работников так же зависящей от конечных результатов труда, как это происходит при получении дохода владельцами частной собственности. Вот так. И тогда уже будет невозможно получить выгоду при нанесении ущерба окружающим, только принося им пользу. Экономический эффект от этого трудно переоценить. Рассмотрим, каким образом нужно принципиально менять подход к формированию оплаты труда. Согласно существующему положению, фонд заработной платы предприятия F наряду со средствами производства валов, фабрикатами и прочими, представляет собой всего лишь одну из составляющих издержек производства Z. А прибыль P равна разности между годовым валовым, между валовым доходом и суммарными расходами. То есть прибыль равна суммарному доходу минус суммарные расходы минус фонд оплаты труда. Если внимательно посмотреть, то легко видеть, что данная форма отображает непримиримые противоречия используемых фонд оплаты труда в капиталистических хозяйствах. В самом деле из нее следует, что чем большим оказывается фонд оплаты труда коллектива, тем при прочих равных условиях будет меньше прибыль. И наоборот. В результате собственник во имя увеличения прибыли всячески пытается экономить на оплате труда. а коллектив пытается бороться с тем, чтобы его доля в суммарном доходе была возможна больше. при этом коллектив также не заинтересован в увеличении прибыли владельцев, как и владельцев в увеличении фонда заработной платы. И это служит источником глобальных противоречий между трудом и капиталом. Чтобы существующую патологию убрать, настоятельно требуется внедрить такую систему оплаты труда, при которой производственные отношения уже перестанут являться источником нестабильности, противоборства и низкой продуктивности. Иначе говоря, нужно менять правила экономической игры, симулировать факторы, не разделяющие интересы людей и способствующие отнятию и делению дохода, а тому, что людей объединяет, ведет к сложению и умножению совместно создаваемого богатства. То есть предлагается в этой вот формуле фонд оплаты труда перенести в левую часть данного уровня. Тогда получается прибыль плюс фонд заработной платы равняется чистому получаемому доходу, который составляет суммарный доход минус суммарный разгон. И установить постоянными соотношениями между прибылью и фондом заработной платы. процент бета. И тогда положение поменяется принципиально. Это не арифметическое действие. Здесь затрагиваются глубинные отношения производственных партнеров. В таком случае целью деятельности предприятия уже становится не прибыль, а чистый доход, включающий в себя общий заработ и коллектива, и собственников. Его величина будет уже определяться тем, насколько продуктивной является их совместная деятельность. Выше ценится обществом их труд. Меньшими затратами достигаются результаты. И насколько продуктивной является сама частная собственная. В самом деле при таком подходе прибыль уже рассматривается не как паразитический доход, только за право владения частной собственности, а прибыль становится частью совместного дохода. То есть собственникам она зарабатывается, а не просто собственники уже не являются рантье. Вот это очень важно, потому что в действительности считать, что если у человека частная собственность есть эксплуататор, а если нет эксплуатации, а эксплуатируемый, далеко не всегда верно. Нередко хозяева работают значительно больше своих сотрудников, а пользуются благами меньше. То есть зачастую сотрудники не зарабатывают свою зарплату. Поэтому недаром известна вот эта фраза, фраза Генри Форда, это не на меня работает 80 тысяч человек, я на них работаю. И некоторая доля справедливости в этой фразе присутствует. Итак, повторяем, если обратиться, реализовать вот эту форму производственных отношений, тогда эти отношения переходят на новый, более прогрессивный уровень. Производство нацеливается не на получение денег любой ценой, а на обслуживание всего участвующих в создании стоимости конгломерата людей, коллективов, собственников и общества. Исчезает противоборство предпринимателей с наемными работниками, чревато громадными издержками, возникает консолидация общества, когда все работающие на предприятиях уже становятся не противниками каждой, из которых тянет одеяло на себя, а сотрудниками. Они вместе трудятся на получение совместно большего дохода. При этом как работники, так и хозяева оказываются заинтересованными в конечных результатах. Вспомним удачные примеры оплаты труда. Все переводили на конечные результаты. Они заинтересованы в сокращении затрат, в бережном отношении к оборудованию и в увеличении валового дохода, повышении качества продукции и росте конкурентостов, способности предприятия, как хозяева, так и коллектива. Это очень важно. То есть движущим локомотивом производства уже выступают факторы, объединяющие людей, а не разделяющие их. Естественным следствием этого оказывается гармоничное включение человеческого фактора в производственный процесс. Появится предпосылка перехода производственных отношений на более высокий цивилизованный уровень. создается основа для внедрения более эффективной формы оплаты труда, применения самой совершенной техники. Экономическую пользу от этого для всех без исключения участников производственного процесса трудно переоценить. При этом все работающие зримо ощутят, что их заработок зависит от самих, а не от того, какой собственности они обладают. Не от каприза начальников, от того, в какой мере сумеют люди выбить свою зарплату. Она ими не получается, а зарабатывается. С другой стороны, хозяева в конечном итоге заинтересованы в максимизации не доли прибыли, а увеличение величины дохода. и если у них появятся многочисленные союзники, всячески стремящиеся этот доход повысить, это не может не нравиться. Если кроме них в совершенствовании производства будут выигрывать коллектив, противодействовать этому могут только социальные, психические и здоровые. Все нормальные люди это будут только приветствовать вне зависимости от того, собственники они, акционеры или обыкновенные работники. Итак, предприятие товаропроизводителя осуществляет продажу товаров по рыночной цене. И если эта цена оказывается выше индивидуальной стоимости предприятия, соответствующей его общественной трудоемкости, смотрите лекцию номер 23, тогда оно получает дополнительный доход, а если ниша, убыток. Из полученной суммы вычитаются все расходы использования при изготовлении продукции, то есть расходы на материалы, энергии, комплектующие и так далее, на сторонние услуги. вычитаются штрафы и прибавляются премии, дотации, дополнительное поступление от вас в производительной деятельности. Причем обращаю внимание еще на один важный аспект. Сюда будут включены не только собственные расходы предприятия, но и таковые у всех ваш стоящих способствующих получению дохода. Лекция номер 27. где я подробно об этом рассказываю. Оставшаяся часть средств образует чистые заработки всех участников трудового процесса на данном предприятии и после уплаты налогов подлежит распределению между ними в соответствии с их трудовыми вкладами совместно получаемые результаты труда. Итак, как вот этот совместно получаемый доход нужно уже делить внутри коллектива. Мы с вами показали, что от этого выигрывают все, но как он делится внутри предприятия? Очень важный вопрос. Итак, согласно предложенному ранее алгоритму лекции номер 15, каждый работающий затратил объем труда определяемый рабочим временем, помноженным на коэффициенты сложности и интенсивности его труда. А последнее устанавливается относительно средних подразделений. то есть все вот эти факторы, как указано в 15 лекции, используются для того, чтобы точно определить, указать сложность, коэффициент сложности конкретного труда каждого работающего человека. При этом сложностью устанавливаются квалификации, как здесь показано, условиями труда и ответственностью при выполнении работ и другими факторами. А коэффициенты интенсивности тем, как работал человек, а также трудились все коллективы, в которые он входит. Они устанавливаются экспертами, их представителями или самим работниками. Итак, вначале рассмотрим, как осуществлять оплату по труду коллектива как целого. В этой связи для оптимизации организации первоначально следует провести структуру предприятия функционально работающие оптимальное состояние. Поскольку в подавляющем числе структура организации сейчас является сложной и не всегда отвечает требованиям производства. В ней слишком много человеческого фактора. В этой связи рассмотрим дерево организации организации какого-то предприятия. Но вот в данном случае показано заводом. Итак, мы видим, что директору подчиняются три зама. У каждого из них свои подчиняются свои цеха, свои службы, отделы. Цеха делятся на бригады. В каждую бригаду входят люди. Вот это классическое, я уже не раз говорил, форма дерева организации любого процесса. Оптимальная форма организации. При этом обратим внимание, что если внимательно это посмотрим, здесь оказывается несколько уровней разделения труда. Директор. Дальше разделение труда второго уровня. Разделение труда между цехами. Третий уровень. Четвертый уровень разделения труда между бригадами. И пятый уровень разделения труда уже между конкретными исполнителями работы. То есть есть предприятия, у которых только один уровень уровень организации частных предприятий и работает один человек. Есть предприятия двухуровневые, ну, например, все частое это тоже частные предприятия, которые привлекают работающих, торговые точки и так далее. Есть предприятия организации трехуровневые, четырех, пяти и так далее. если это очень крупное предприятие. Так вот, любая организация начинается с того, что каждый работник снабжается своим кодом. И вот здесь вот эти коды показаны. Типичными недостатками структуры предприятий оказываются следующие факторы. Первое. Наличие лишних звеньев. То есть вот вдруг получается здесь вместо трех замов вдруг появляется четвертый зам. Оно является результатом стремления административного управления к неограниченному росту, сохранению структуры при изменении характера производства внутри административного борьбы внутри административного аппарата управления и так далее. Поэтому очень часто здесь появляются дополнительные структуры, которые в конечном итоге сильно усложняют производство. Второе существование недостающих звеньев. Например распыление транспорта предприятий между различными цехами подразделений, отсутствие ремонта служб и так далее. То есть где-то вот есть работы, которые должна выполнять например первый зам, а первого зама нет вместе со всей его структурой. Естественно повышается нагрузка на все остальные структуры и это очень сильно затрудняет управление производством. Третье чрезмерная перегруженность каких-то структур при недогруженности других. Так если на какую-то структуру замыкается больше семи или десяти подразделений, управлять продуктивно она ими не способна. то есть если например у директора как здесь показано не три зама а например пятнадцать двадцать управлять заводом он не способен. Оптимальное число структур которым может управлять один человек является семи максимум десять следующее нередко распределены распределены не четко распределены права и обязанности структур в результате некоторые функции дублируются несколькими структурами а за другие не отвечает никто то есть здесь получается вот нету не четко какие работы за какие работы отвечает первый зам второй зам третий зам каковы его обязанности права очень часто здесь получается на предприятиях я анализировал много предприятий по сути дела я не видел нормально на структуру предприятий а начинать нужно любую реорганизацию прежде всего с оптимизацией структуры следующее зачастую формируется внутренние замкнутые связи при которых возникают турбулентный поток взаимодействия отношений обязанностей в результате решения гоняются по кругу одни этажи конторы переписываются с другими возникают склоки и прочее то есть не получается так как вот здесь вот изображено а например получается этот начальник первый называет вмешивается в работу начальника второго и наоборот появляется что те решения которые он принимает он не имеет права принимать это может должен применять начальник второго цеха но так соответствующим образом права и обязанности не объединены и вот в результате начинается бюрократическая чехарда которая ни к чему хорошим не приводит и еще чрезмерная численность некоторых подразделений порождает дурные никому не нужны работы создает напряженность для всех с ним связан как камень на дороге кому он нужен но попробуй его проигнорировать то есть некоторые структуры их численность не так как вот здесь вот показано этих структур а она становится чрезмерной а особенно здесь чрезмерным является именно аппарат управления и одна из целей реорганизации оптимизировать соотношение между прямым и вспомогательным трудом процессе организации это на самом деле является актуальной проблемой любой организации очевидно что уже до начала реформы системы учета распределения предприятий требуется по возможности отмеченные недостатки ликвидировать то есть начинать реформу нужно прежде всего с реформы структуры для этого в первую очередь требуется составить перечень функциональных обязанностей всех руководителей подразделений вместе с тем очевидно что на начальной этапе в полной мере осуществить оптимизацию структуры предприятия невозможно и только в процессе реализации следующих этап должны включаться обратные связи которые позволят структуре самоорганизовываться и так я повторяю вот такая оптимальная структура несмотря на использование самых передовых научных методов организации структуры все равно к оптимальному состоянию приводиться не может поэтому первоначально нужно ликвидировать наиболее крупные недостатки вот этой вот структуры а потом включать механизмы которые позволят сами оптимизировать вот это вот об этом я буду подробно говорить следующий лекция стребуется уточнить первоначально для начала учет численность и персональный состав всех подразделений деревоорганизаций предприятия реальные заработки каждого из работающих за предыдущие три месяца среднюю заработную плату предприятия суммарно величину среднемесячных доходов и расходов предприятия и только после этого можно будет приступить самому внедрению оплаты по труду о котором я буду говорить в следующей лекции благодарю вас за внимание до сих пор до сих пор Продолжение следует...